Сейчас у тебя есть возможность его задать наши гости. У нас сегодня в гостях Дарья Шувалова, солистка Новосибирского академического театра оперы и балета. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, здравствуйте, рада видеть. Здравствуйте. А был ли у вас в детстве драгоценный секретик? Да, был у меня драгоценный секретик. Моя бабушка жила в далеком городе Алмата, я там родилась и жила. И вот за ее домом был огромный сад. И в этом саду у меня было свое дерево, орех. Огромный он, я не знаю, трехэтажный дом такой, огромный орех был. И, в общем, я забиралась на него вот как раз в твоем возрасте. И представляла, что здесь у меня там, не знаю, зал для приема гостей на одной ветке, на другой там кухня где-то там, на третьей. И, конечно же, я всегда там пела везде на этом дереве. И, в общем, я никому о нем не рассказывала. И очень боялась, что кто-то еще решит занять, так сказать, мою жилплощадь. В общем, ну, это такое мое счастливое воспоминание из детства. И моя маленькая тайна. Мой маленький секретик был, да. Спасибо, Дарья, что вы с нами поделились этим секретиком. Да, я надеюсь, что это дерево до сих пор там принимает своих обитателей. Говорят, дети верят в чудеса. Наверное, поэтому они с ними чаще и случаются. Егор, скажи, ты считаешь чудом, например, грибной дождь или радугу? Ну, радугу я последний раз видел лужи на остановке. А вы, Дарья, давно видели радугу? Вы знаете, радугу я замечаю достаточно часто. Но каждый раз, когда я ее замечаю, я нахожусь в это время в автомобиле. И куда-то тороплюсь и спешу. Судорожно достаю телефон из сумки, чтобы запечатлеть, послать друзьям, разместить в соцсетях. И мне очень жаль, что в последнее время большинство людей замечают радугу именно в таких условиях. Как бы хотелось остановиться, выйти, насладиться этим чудом природы. Поэтому я всем желаю в этот чудесный день, в День защиты детей, чтобы мы немножко чаще ощущали себя детьми и не боялись останавливаться, и наслаждаться, радоваться и напитываться вот этими чудесами природы. И замечали их так, как это делают дети. Да, действительно, всем нам этого немножко не хватает. Даша, вы знаете, говорят, чтобы быть счастливым взрослым, нужно оставаться в душе ребенком. Получается сохранить в душе ребенка? Я думаю, да. И, во-первых, потому что это требует моей профессии. Я очень много играю в детских спектаклях и обожаю их. И, конечно, в этот момент нужно немножко быть ребенком, чтобы разговаривать на одном языке со своими зрителями. Я надеюсь, что у меня это получается. И вообще артисты, творческие люди, та самая прослойка людей, которые наиболее долго сохраняют в себе вот это вот детство. Вы даже не представляете, как мы дурачимся на репетициях, и смеемся, и прыгаем, и бегаем. И я чувствую, что моя маленькая девочка в этот момент ликует. Но это прекрасно. И пусть каждый из нас лелеет и холит своего внутреннего ребенка. Моя бабушка говорит, что когда я летаю во сне, я расту. А вы летаете во сне и, может быть, наяву? Ну, да. Я помню этот период из моего детства, когда я летала во сне, и я жила у бабушки. И ночью я просила, когда засыпала, чтобы она держала меня за руку, потому что у меня был период, когда я, пожалуй, каждую ночь летала во сне. Но я не летала, я как будто падала. И вот когда я ее держала за руку, мне было как-то спокойней. А наяву я тоже летаю. И последние несколько раз это были не только самолеты. На самолетах мы все летаем. А в одном из спектаклей, в котором я играю, я играла нимфу, прекрасную пела ее песню. И в тот момент, когда я пела арию, меня поднимали на такие качели. Мы взмывали под купол, так скажем, нашей сцены. И оттуда вот раздавался мой, ну, в тот момент, он должен был божественным быть, голос. Я надеюсь, что это производило прекрасное впечатление. Ну, и очень интересный опыт, правда, когда ты на самом деле летаешь. Над сценой, над зрителями, над оркестровой ямой. Это здорово. Спасибо вам большое, Дарья, за интересные ответы на наши взрослодетские вопросы. Спасибо. Да, всегда рада. С праздником. И вас.